Я независимый кинокритик, у меня есть свой проект «Посредственный киноклуб», но также я веду свой интернет-блог по новинкам кинопроката и связям их с тем наследием синематографа, который мы уже имеем. Вот сейчас пришел на Ambrosia Film Fest, чтобы эксклюзивный материал увидеть и обозреть. — Когда вам говорят фильмы о еде, что первое приходит в голову? — Это очень сложная тема, это часть моего интереса, о чем именно могут быть фильмы о еде, но прочитав пресс-релиз, я увидел, что фантазия авторов развернулась удивительным образом. Они охватили как множество жанров, так и множество... Они придумали массу героев, которыми могут быть еда. Это и культовые вещи, такие как ананас в религии, ананасизм, так и выращивание льда в Японии, нечто медитативное, то есть японцы о своем, чтобы они не делали японцев, у них получается сад камней. — Если бы вы были овощем или фруктом, кого бы вы хотели сыграть? Ну, точнее, переформулирую вопрос, в фильме о еде, какой овощ или фрукт вы бы хотели сыграть? — Если дело происходит в пятницу, как сейчас, то я уже овощ. И полагаю, мне хочется быть ананасом, которому все поклоняются. — Да будет так, спасибо.